Музыка Лена, ты слышала такую поговорку? Что посеешь, что и пожнешь? Это ты к чему? Ну, это тема сегодняшнего спора. Есть идея? Ммм, правильное питание. Кушай правильную пищу и будешь здоров. А мне кажется, речь идет об образовании и воспитании. Вот и посмотрим. В сегодняшней программе мы расскажем, где найти вкусный и красивый торт к празднику или домашнему чаепитию. Что поможет в реабилитации и повысит качество жизни после мастектомии. Какие продукты стоит включить в рацион сторонникам правильного питания. А также узнаем, как готовиться ко дню учителя в гимназии имени Дягилева. Хотите вести здоровый образ жизни? Начните правильно питаться. А что включить в свой рацион, узнаем в магазине «Живой выбор». Интерес к правильному питанию растет с каждым годом. Все больше тех, кто выбирает органические продукты, исключает из своего рациона сахар, быстрые углеводы и продукты с химическими добавками. Нам, девушкам, очень трудно отказаться от тортиков, конфеток, выпечки. Но и сладкое может быть полезным. Например, обычную плитку шоколада можно заменить на так называемый «живой шоколад» на основе исключительно натуральных ингредиентов. Такой шоколад можно сделать самостоятельно, используя фруктово-ореховые смеси. С кокосовой стружкой знакомы все. Но гораздо больше пользы принесут другие продукты из кокоса – мука, молоко и масло. Заменить сахар помогают природные подсластители – сироп топинамбура, триколоза, архат. Еще одна здоровая альтернатива привычным сладостям – сухофрукты и орехи. Быстро утоляют чувство голода, содержат множество полезных витаминов и минералов. Александр, откуда вы привозите свои орехи, сухофрукты и все, что здесь у вас представлено? По сухофруктам для нас в Армении специально сушат, вялят из местных фруктов под наши требования. А требования у нас банальные – это отсутствие обработки серой, без сахара, то есть нет сукаты. Естественно, высушенные фрукты. Работаем напрямую с импортерами из Вьетнама, Южной Африки. Вот Макадамия, такой вот эксклюзив. О, какой крупный! Да. Бразилия, Чили. Мы уже своих клиентов свежим урожаем орехов, балуем. Среди полезных натуральных продуктов есть суперполезные. Они так и называются – суперфуды. Это продукты растительного происхождения, которые содержат высокую концентрацию витаминов, минералов или антиоксидантов. Они станут полезным дополнением к ежедневному меню, десертам и напиткам. Один из них – чай матча – бодрящий напиток, отличная замена кофе. Модно и полезно вводить в рацион ежедневный спирулину, хлореллу, марингу листья, либо водоросли буры келп. Ух ты, я первый слышу такое. Многие даже охотятся за этими продуктами. У нас даже бабушки заинтересовались порошком маринги чисто в профилактических таких лечебных целях. А в чем свойства полезные маринги? Одно из главных свойств – это наличие нужной пропорции железа, кальция, калия, магния. А также оно противовирусное, противовоспалительное средство. Настоящая батарейка, когда нужно быстро восстановить силы – натуральные батончики без сахара. Лена, у нас также есть собственное производство полезных батончиков. Хлеб из зеленой гречки безглютеновой, хлебцы из льна. И в ЦУМе мы постоянно даем на дегустацию нашу продукцию. Вот, вам тоже предлагаю. Спасибо. Спасибо. Вкусный чай, шоколад и сухофрукты могут стать отличной идеей для подарочного набора. Также полезно вводить в рацион растительные масла холодного отжима, которые содержат большое количество антиоксидантов. Мы их отжимаем холодным отжимом, без нагрева семени. Это дает сохранение всех витаминов в семечке. Хлеб делаем не из муки. Зеленая гречка, ее прорачиваем, измельчаем. Она у нас без дрожжей поднимается за счет бактерий собственных. И дальше мы ее выпекаем. Получается полезный, безглютеновый, бездрожжевой хлеб на зеленой гречке. Правильное питание – это не только полезно, но и вкусно. Присоединяйтесь. Скоро во всех школах будут отмечать День учителя. Посмотрим, как готовиться к этому празднику в Дягилевской гимназии. Дягилевская гимназия – одно из самых известных учебных заведений нашего города. Здание, в котором она располагается, было построено в 1852 году. Это настоящий архитектурный памятник. В конце 19 века здесь жила семья Сергея Дягилева, ставшего впоследствии знаменитым театральным деятелем. Он многое сделал для того, чтобы познакомить Запад с русским искусством. В следующем году гимназия будет отмечать знаковый юбилей – 150 лет со дня рождения великого импресарио. И, конечно, главной задачей Дягилевской гимназии всегда было и остается воспитание человека культуры, восстановление и сохранение духовных и культурных традиций. Главную роль в этом играют педагоги, которые становятся для учеников мудрыми наставниками. Оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ребенка. В День Учителя воспитанники гимназии смогут выразить благодарность всем педагогам за их благородную миссию. Нести свет знаний за внимание и терпение, за желание видеть своих учеников талантливыми, успешными и счастливыми. Особые слова благодарности будут сказаны в адрес выдающихся педагогов гимназии, ветеранов педагогического труда, тех, кто работал здесь много долгих лет. Отдельное место занимает стенд, посвященный педагогам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Здесь собраны их воспоминания о том тяжелом времени. Руслана Александровна Медовник вспоминала, как приходилось заниматься в неотапливаемых классах, писать в варежках, а после уроков школьники помогали в госпитале ухаживать за ранеными. Руслана Александровна преподавала в Дягилевской гимназии историю. Ученики рассказывают, что на ее учительском столе всегда стоял живой цветок, как символ жизни и тяги к знаниям. Она стояла у истоков создания музея Дягилева, была организатором первых дягилевских выставок. В музее сегодня частично воссоздан интерьер дома Дягилевых. Хранятся театральные костюмы известных артистов балета XX века. Демонстрируется произведение живописи. Особая атмосфера царит и в кабинете, который создавала Галина Леонидовна Васильева. Увлеченный пушкинист. Материалы собирались в течение многих лет. Раритетные издания, картины, портреты писателей. Многим детям удалось увидеть премьеры опер и постановок в Большом театре в Москве. Учитель русского языка и литературы Надежда Михайловна Козлова старалась выносить уроки за пределы школьных стен. Ее ученики посещали театры, путешествовали по местам, связанным с творчеством Пушкина и Цветаевой. Первым руководителем Дягилевской хореографической студии «Вдохновение» стала Светлана Аркадьевна Цидилина. Она знакомила своих воспитанников с миром балета. Любовь Григорьевна Логинова приобщала учеников к истории народной культуры и ремесел. В гимназии есть свой этнографический музей, где собраны национальные одежды народов Прикамья, инструменты, утварь и предметы быта. Огромный вклад в становление гимназии вложили Татьяна Дмитриевна Дубовцева, преподаватель биологии, Галина Александровна Веселкова, психолог высшей категории, Нелли Аркадьевна Печенкина, заботливый классный наставник, Раиса Егоровна Решетова, учитель французского языка, Рея Васильевна Котова, занимавшаяся музыкальным образованием гимназистов и педагогов, Шейн Ростислав Сергеевич, легендарный физик, создавший свою физилиаду. Его слова «Вдыхай любовь, выдыхай благодарность» стали жизненным девизом всего детского и педагогического сообщества. Руководит гимназией имени Дягилева Раиса Дмитриевна Зобачева, легендарная личность, заслуженный учитель России, лауреат многих премий в области образования и культуры. Она не устает напоминать о главных учительских заповедях, уважать личность учеников, верить в них и делать все, чтобы привить интерес к знаниям и раскрыть таланты каждого. Я хочу поздравить всех педагогов с профессиональным праздником. Спасибо вам за свет знаний, которые вы дарите нашим детям, за вдохновение и любовь.